Всем приветик! Сегодня у нас 9 апреля, понедельник. Я продолжаю квест по прохождению миросмотра. И тут столкнулись с такой интересной ситуацией. Сегодня столкнулись с такой ситуацией, что в городе Мазновили, Сан-Доросуджинске, в больнице, когда записываю человека на процедуру, например, на ЭКГ, ты приходишь на ЭКГ по своему времени, а в итоге получается то, что ты не попадаешь на своё время и сидишь, ждёшь живую очередь. Мы об этом не знали. Мы пришли на своё время, ещё бежали и торопились, а оказалось то, что нет, надо ждать очередь. Например, у нас в Караганде, если записываешься ты на ЭКГ или на УЗИ, например, записываешься на 9 часов, ты пришёл, ты в 9 часов попал на свою процедуру. Ты не сидишь, не ждёшь очереди, потому что ты записан на своё время. Я не знаю, как в других районах, в других городах России, но тут мне это не понравилось. Извините за шум, идут по улице. Почему? Как я это узнала? Просто пока я прохожу медосмотр свой на работу, у меня супруг проходит в свои анализы. Он прошёл ЭКГ записан на одно время, а попал совсем на другое. Так что говорите, как у вас принимают врачи, как у вас идёт запись, попадаете ли вы по записи, или так же говорят одно, а в итоге в судебном деле другое получается. Всё, закончила я свою медкомиссию. Вот я выхожу из поликлиники. Прошла всех врачей. Сегодня у нас была такая нападка, что сегодня было очень много людей. Но плюс в том, что у меня оставались только результаты и два врача. Я забрала результаты и прошла двух врачей где-то, наверное, за полчаса. Так что общая медкомиссия у меня обошлась 2300, грубо говоря, это не считая дороги. Так что пройти... Ещё такое... Я знаю, буду задавать вопросы, что можно пройти за деньги. За деньги навряд ли можно пройти, потому что ты проходишь всех это. И как бы ты не хотел пройти за весь день сразу всех, не получается. Потому что, например, в этот раз у меня нарколог и психиатр уже был до этого пройден, виниричка была до этого пройдена. А так вас пошлют проходить нарколога, психиатра, и всё это надо будет ждать как минимум 3-4... Ну, может, от 3 до 7 дней. Все результаты надо будет ждать. Пришли в супермаркет, не, в торговый центр мы пришли. Сейчас хочу посмотреть, купить капронки себе. Может, зайдём в этот... В Блорио Джинс. Самое интересное, когда произошла трагедия в Кемерово, раньше были закрыты здесь аварийные выходы, а сейчас, как бы вот всё случилось, сразу аварийный выход открылся. Раньше вот здесь был запасной выход, он был закрыт. Как только случилась трагедия, сразу через пару дней этот вход сразу открыли. Вот, наверное, сейчас пойдём сходим в Блорио Джинс, посмотрим, что там есть. Зайдем в Фэмили. Здесь такая акция. Две пары берёшь, третья в подарок. Они стоят 69 рублей. Я взяла три упаковочки себе. Вот так вот. Капронки лишними не бывают. Но куда же без приключений. Хотели поехать в Холдит Дисккаунт, в магазин купить продукты. Сели на автобус и уехали вообще в другую степь. Наверное, где-то полчаса или больше. Сейчас мы ездили в автобусе, пока не приехали к этой цели. Вот такой вот магазинчик. Сейчас пойдём купим некоторые продукты. И домой, наконец-таки домой. Я вот не знаю, есть ли в других регионах вот такой вот фермер-центр. У них такие интересные продукты. У них всё такое красивенькое. И самое интересное, они куписаны везде. Если вам не понравился продукт, мы его премьем обратно, короче. Вот так вот такое всё интересное. Представляете, что это три рубля. Вот такой вот шоколад у них интересный. Он стоит по 129 рублей. Вот такой вот шоколад интересный. Борький шоколад. И оформление интересное личное, скорее всего. 7,9 рублей стоит. Вот такие вот мармеладки с малинкой. Вот такая вот фермер-центр, она даже масло выпускает. Такое всякое разное. У них очень много продукции всякой интересной. Вот масло льняное, масло 174 рубля. Потом масло грецкого ореха. Сейчас. 119 рублей. Такое маленькое. 119 рублей стоит. Всякие соусы с гусеником и специнчили, с клюквой. Всё равно прям молодцы. И у них очень вкусные... Получается, они вкусно делают всё. Всякие кашки. Но, знаете, мне такая каша не понравилась. Вот видите. Вот такой вот голодный пшеничный. Крупа ячменная. Мы решили взять хлеб. Вот цена на хлеб, вот у нас 19 рублей, или 33 рубля хлеб. Цена разная. Левод-баладинский. Сейчас потихонечку корзинка прибавляется. Вот такой вот есть одельчик небольшой. Всякие такие. Кубам васи, которые вот. Вот такие вот. Ну, такие вот. Ну, такие вот. Это у нас контейнер для специй. Здесь у нас всякие стаканчики. Всякие корзиночки разные. Вот такая полочка для холодильника. Зажимчики. Интересно. Такие вот ланчбоксы. Вот такие вот термос-кружечки прикольные. Термосы. Для посуды. Такие вот корзиночки. Вот такие вот для завтрака. Столы для завтрака. Ну, всякая такая мелочь. Крышки для бутылок даже есть. Вот. И все самое малое недорогое. Здесь химия. Порошки. Освежители. Такие вот для игрушек. Такие сетки. Вешалки, губки. Щеточки всякие. Интересно. Всякая вот такая мелочь. Всякие такие. Набор для вышивания. Карандашки. Раскраски. О! Игрушка-радуга. Как раньше была. Краска блестящая. Кстати, такие для детей игрушечки. Такие шары всякие прикольные. Вот. Даже вот такой экскаватор прикольный. Стоит 319 рублей всего. Вот такие прикольные игрушечки. Стоит 69 рублей. Такие шары. Такая полочка для детей. Когда родители ходят с детьми. Дети начинают просить. Мама, дай мне то. Мама, дай мне это. Вот такой вот небольшой закуп мы сегодня еще сделали. Сейчас я расскажу, сколько что стоит. Расскажу то, сколько стоит. Что я знаю цен. Так. Давайте начнем, наверное, вот с такой вот кружечки. Я взяла себе вот такую вот. Взяла вот такую вот кружечку себе, чтобы заваривать кофе или чай на работе. У нас еще такая вот, с такой штучкой. Такая вот интересная кружечка. Также мы взяли дальше на работу вот такую вот смолку жевательную. Одна релат, другая у нас идет слим. В упаковочке у нас идет вот так 5 штучек. Дальше я купила вот такое вот мыло диктерное. Так, жевачки стоили 39,90. Так. Мыло стоило 35,69. Так, дальше. Мы купили вот такой вот хлеб. Более популярный. Хлеб у нас стоил, так, хлеб у нас стоил 18,99. Потом взяли вот такой вот хлебушки, хлеб, хлеб Бородинский. Он у нас стоил, так, хлеб Бородинский у нас стоил 22,99. Взяли творог на 40 рублей. Потом взяла вот такие вот бедро цыпленка бролера на 112 рублей. Потом взяла вот такую вот икорку, черную имитированную для завтрака на 38 рублей. Два апельсина взяла. Взяли вот такой вот чай Тес. Он интересный, вкусный. Взяли 20 яичек. Вот такое решили попробовать повидло. Оно яблочное, яблоко с киви. Потом взяли сметанку к творогу 10%. Она стоит 24 рубля. Извините, упала кружка. Потом взяли на работу полоскать десну. Вот такой вот кородуба. Чай. И один чай зверобой. Потом мы решили попробовать вот такие вот макароны. Ракушки цельнозерновые. Фермер, центр. Посмотрим, что они себя представляют. И так же... Моя кружечка. Так же, получается, мы зашли в магазин. Я взяла себе капронные угодки по акции. Они стоили 69 рублей. Две пары берешь. Третья в подарок. Очень выгодная цена. Я взяла две телесные, одни черные. Вот такой вот небольшой закуп у нас получился. Он у нас вышел... Все у нас вышло на... Где-то на рублей... Восемь... Рублей девятьсот. Да, где-то рублей девятьсот все это вышло. Так что... Вот могу порекомендовать вот такие вот смолки жевательные. Они очень хорошие. Они хорошо убирают весь налет зубов. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Я на все отвечу. Всем спасибо. Всем пока-пока.